Отличные фильмы отличаются от хороших, в первую очередь игрой актёров. Некоторые роли могли бы просто провалиться, если бы актёры не отыграли на максимум своих возможностей, из-за чего фильм бы не зашёл. Одной невероятной игры актёра достаточно для того, чтобы превратить обычный средненький фильм в оскароносный. В случае с этими фильмами актёры играли настолько хорошо, что их выступление можно назвать бесподобным. Дорога ярости Она не является главной героиней, но игра Шарли Стерон в фильме Безумный Макс – Дорога ярости просто оживляет персонажа Императрицу Фуриозу. Её можно назвать сердцем и душой этого постапокалиптического дорожного фильма Джорджа Миллера. Конечно, именно Миллер дал Терон эту роль и сценарий, но в руках другого актёра персонаж Императрицы выглядел бы совершенно плоско. Именно Терон была исполнительницей роли, за счёт чего персонаж Фуриозы получился таким живым. Она отлично играет ярость, а её персонаж любой ценой добивается освобождения невесты несмертного Джо от жизни в мучениях. Шарлиз Терон создала верную модель персонажа, приукрашивая её решимость и добавляя сопереживание, которое наблюдается в более спокойных моментах фильма. Когда Фуриоза наконец достигает намеченной цели и убирает крупного злодея, она хрипит ему в лицу фразу, задающую тон моменту. – Помнишь меня? Конечно помним. И будем помнить ещё не один десяток лет. Смешное воплощение депрессии Карьера Райана Гослинга на большом экране славится тем, что он превосходит любые ожидания. После крупного прорыва в одном из лучших романтических фильмов за всю историю, Гослинг взял целую череду ролей, которые помогли бы ему дистанцироваться от традиционной карьеры главного актёра Голливуда. И это привело нас к таким фильмам, как Славные парни. Игру именно в этом фильме можно считать звёздным часом Райана Гослинга. Гослинг играет Холланда Марча, частного детектива, который провалился в алкоголизм и депрессию, живя в Лос-Анджелесе 79-го года. Он чертовски уязвим, труслив и склонен к самоистязанию. Гослинг играет тяжёлые минуты жизни Марча настолько профессионально, что роль становится действительно смешной, но в то же время и истеричной. Его игру можно назвать одной из лучших комедийных ролей последнего десятилетия, не говоря уже о том, что он красиво дополняет персонажа Рассела Кроу. – Мюнинг. – Что? Очень сложно играть, балансируя на контрасте между ненавидящим жизнь алкоголиком и легкомысленным шутником, при этом не порушив саму идею персонажа. Только такой талантливый актёр, как Гослинг, мог это потянуть. Сжигая всё дотла Даже самые лучшие фильмы киновселенной Марвел частенько страдают от незапоминающихся главных злодеев, цели и задачи которых сильно преувеличены. Есть, конечно, исключения, как Локи… Но по большей части злодеи Марвел скучны и неинтересны. Но всё меняется, когда в игру вступает Майкл Б. Джордан в роли Киллмонгера Эрика Стивенса, антагониста Чёрной пантеры. Джордан очень тонко балансирует на краю устрашения и вызывания симпатий к своему персонажу, который стоит лишь в нескольких шагах от того, чтобы быть главным героем этого фильма. Его история происхождения, которая говорит о том, что он лишь бедный парень из Окленда, штат Калифорния, звучит знакомо для очень многих. За счёт этого аудитория в какие-то моменты больше симпатизировала ему, нежели королю Ваканды, Т'Чалле. А то, что он не видит разницы между правосудием и бесцельным насилием, трогает до глубины души, потому что именно его мы практически полюбили. Его завораживающее безрассудство и бурлящая ненависть говорят о том, что персонаж обречён ещё с первых минут фильма. Однако смотреть на то, как он встречает свой конец, очень тяжело. Это уже не первая потрясающая роль Джордана, но именно этого персонажа мы точно не забудем. Игра не по годам Всегда приятно наблюдать за тем, как молодой актёр, который ещё не успел прочно закрепиться в киноиндустрии, умудряется затмить своей игрой намного более крупных голливудских звёзд. Сложно найти более подходящий пример. Игра Хейли Стэнфилд в фильме Братьев Коин – Железная хватка просто поразительна. Стэнфилд взяла роль Мэтти Росс после конкурирования с 15 тысячами других актрис. Это при том условии, что на момент начала съёмок ей было всего 13 лет. Железная хватка рассказывает историю маленькой девочки, которая нанимает пьяницу федерального маршала по имени Рустер Кокберн, чтобы тот помог ей найти убийцу её отца. Стэнфилд играет наряду с такими выдающимися актёрами, как Джефф Бриджес, Джош Бролин и Мэтт Дэймон. Однако именно она оттягивает на себя всё внимание зрителей. Её персонажа можно описать как быструю, злую и свирепую. Она бесповоротно сфокусирована на своей месте и молодая актриса отыграла так, как не сыграло бы большинство актёров в несколько раз её старше. Некоторые актёры всю свою жизнь пытаются добиться такой качественной и аутентичной игры, которую показала Стэнфилд, дебютировавшая в этом фильме в 13 лет. Что может быть ещё более поразительно? Очеловечивание примата Актёрская игра для моушн-капчера в последнее время стала не менее важной и не менее восхитительной, чем классическая игра на камеру. Она отличается лишь тем, что все твои движения потом перерабатываются в 3D-модель. И никто в этой сфере не превзойдёт труды Энди Серкиса. Этот актёр очень знаменит игрой для компьютерной графики. Именно он играл Голлума для Властелина колец, верховного лидера Сноука в новой трилогии Звёздных войн и Цезаря для трилогии Планета обезьян. И он просто бесподобен, играя лидера обезьян. Эту игру можно считать не только лучшей за всю его карьеру, но и самой лучшей игрой для моушн-капчера за всю историю. На протяжении нескольких фильмов мы видим, как Цезарь революционирует и развивается. В самом начале он обычный милый примат-подросток, чей интеллект не подлежит сомнению. Однако к последнему фильму он стал бездушным, беспощадным и более человечным. – Я не могу тебя. Серки сыграл этого персонажа на всём пути от молодого примата до сомневающегося в этом мире лидера и до предводителя армии. Его актёрскую игру восхваляли в каждом фильме. Да, работа с визуальными эффектами была проделана колоссальная, и команда по спецэффектам смогла превосходно анимировать примата, но всю основную работу сделал именно Серкис. Соблюдая темп Джонатан Кимбл Симмонс практически в каждой роли выглядит впечатляюще. Будь то мимолетная роль на маленьком экране или второстепенная в супергероике – он всегда реалистично вживается в персонажа. Даже реклама страховой кампании с ним в главной роли выглядит завораживающе. Самой лучшей его игрой можно считать роль Терренса Флетчера в фильме Одержимость, где он играет адского профессора джазовой музыки. Он маниакально сфокусирован и до ужаса требователен, а его давление на студентов оборачивается тем, что либо они открывают свой талант, либо сходят с ума. Его одновременное наставничество и давление на персонажа Майлза Теллера, Эндрю, и увлекает и отталкивает в то же время. Симмонс превосходно выдерживает баланс маниакальности. Он ни разу не переигрывает и не выходит за черту, поэтому в его персонажа действительно веришь. А когда он добавляет человечности своему персонажу, то вообще кажется, будто бы он милый мультяшный монстрик. В разных фильмах довольно много грамотных антагонистов, но реализм Флетчера заставляет вас проникнуться глубиной момента. Достигая высот Сложно спорить с тем, что Мэрил Стрип является одной из самых величайших актрис во всём мире. Её фильмография насчитывает не один фильм, в котором она превосходно сыграла, поэтому выбрать какой-то один из них довольно сложно. Однако есть такой персонаж, который без её участия не зашёл бы. Это Миранда Присли из Дьявол носит Прада. Фильм основан на одноимённом романе, который рассказывает о выпускнице колледжа, которая работает личным ассистентом тираничного главного редактора журнала моды. В фильме роль Миранды Присли, по идее, не должна быть запоминающейся, однако Стрип сыграла так, что её персонаж чуть ли не задаёт тон всей кинокартине. На первый взгляд обычная драма приобрела статус обязательной к просмотру и спокойно выдержит испытания временем. Её персонаж – это, по сути, снежная королева, которая держит на своих плечах несокрушимый фасад перфекционизма. Однако на время она снимает маску, чтобы молодая героиня, так же, как и аудитория, увидела в ней человечность, скрытую под стальным характером. Да, многие бы хорошо сыграли эту роль под руководством правильного режиссёра, но только Стрип смогла это сделать так, что была номинирована на Оскар. Сложно представить себе человека, который справился бы лучше, чем она. Хладнокровный ублюдок Всё, что можно было сказать про криминальное чтиво, уже давно сказали. Этот шедевр Квентина Тарантино с лёгкостью можно назвать самым цитируемым фильмом поколения, а также в нём бесподобно играет Сэмюэл Л. Джексон. Он исполняет роль праведного убийцы, который переживает экзистенциальный кризис на протяжении всего фильма. Сам по себе Джексон – актёр широкого полёта и появляется в нескольких фильмах Тарантино, но игру в этом фильме, без сомнения, можно назвать его звёздным часом. Невозможно недооценить его холодную, контролируемую напряжённость, которая сочится из каждого движения. Он просчитывает практически всё, постоянно прорабатывая план Б. Именно поэтому, когда он находится на грани смерти, это очень глубоко трогает. Джексон привносит в фильм как интригу, так и переплетение персонажей. Его встреча с преступниками Ринго и Йоландой была знаменательной. Учитывайте, что в каждой его фразе звучит контролируемый гнев и отчаяние. Фильм наполнен запоминающимися персонажами и превосходной игрой, но Джексон, несомненно, лидирует в этой сфере. Лицо безумия Фильмы, основанные на книгах Стивена Кинга, просто кишат запоминающимися злодеями. От Джека Торренса в исполнении Джека Николсона в Сияние до Пеннивайза из Оно. Однако одна роль запоминается на долгие-долгие годы. Кэти Бейтс, которая взяла Оскар за игру Энни Уилкис в Мизери. Уилкис по ходу фильма становится токсичной. Ещё более токсичной, чем в начале. Её одержимость романами Пола Шелдона фанатична, что приводит её к похищению писателя после автокатастрофы. Обычно злодеи запоминаются нам за счёт того, что актёр привносит в его персонажа такую живую игру, которую от него просто не ожидаешь. Но Уилкис – другого рода женщина. Её персонаж настолько жесток и непредсказуем, что это заставляет вас дрожать от страха. – Что ты думаешь, что я говорю, когда я в городе к педагоге в городе? А, ну, Уалли, дай мне баку этого педагога, и 10 литров этого б***хового корня? Бейтс олицетворяет Уилкис как истинно верующую в то, что её поведение не выходит за рамки нормального, и жутко смотреть на то, как она издевается над бедным писателем. Конечно, самой страшной была сцена отрубания ног, но сам по себе словный персонаж был испытанием для нервов аудитории. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!